Алина, ну поздравляю с таким хорошим результатом против сильной сборной, не пропустили, но и не забили. Ты отпахала сегодня по бровке, вообще просто великолепно. Расскажи, какого это было внутри матча находиться в таком интенсивном, в таком интенсивной встрече? На самом деле было безумно тяжело, особенно на 15-й минуте меня прям поднакрыло, потому что по всей бровке играть в нашу схему, ну реально очень тяжело. Вот, отрабатывать до своей лицевой, до чужой лицевой, но как-то на морально-волевых, понимаю, что нельзя подводить команду, пришлось какие-то резервы себя достать и отпахать на максимум. Что думала, когда меняли? Ну он мне сказал, что ты можешь доиграть всю игру, я говорю, честно, я не знаю, я вот сейчас играю, а там как через минуту будет, я не знаю. Потом он сказал, он увидел, наверное, что я уже как бы все, да и по датчикам, он такой, мы сейчас тебя заменим, типа не переживай, вот, ну и поменял. Расскажи в целом, чем отличалась первая встреча с КНДР от второй? Как удалось настроиться на второй матч, что-то такой хороший результат показать? На самом деле, по первой игре контратаки у них были, и они как бы три гола с них изобилие, мы как бы разобрали свои ошибки, более низко, компактно сыграли, в принципе, вообще ничего сегодня им не дали создать, ни за счет позиционной атаки, ни за счет быстрой. Вот, как-то девчонки за два дня пришли в себя, коучи нам помогли, вот, и вышли, как бы, считаю, достойный результат 0-0 с 10-й сборной мира. Больше тысячи болельщиков пришло и на первый, и на второй матч. Как тебе поддержка для нашей команды, которую они показали, и вообще, что хотел бы сказать болельщикам после матча? Болельщики, спасибо большое, что пришли, нам всегда очень приятно, много пришло болельщиков в «Спартака», отмечу из моей команды, спасибо, что приходите на сборную. Конечно, хочется, чтобы тут вообще ни одного свободного места не было, но я думаю, что все впереди.